Война, которая сейчас идет в Арсахе. Война, которая сейчас идет в Арсахе. По гражданским целям в других населенных пунктах. Они в какой-то степени свидетельствуют о слабости. Это косвенное признание того, что на линии фронта у Азербайджана не очень хорошо обстоят дела. Я с вами полностью согласен. Та армия, которая действительно выполняет свои задачи и продвигается к цели, они не будут бить по гражданским объектам. В этом нет никакой необходимости. Если бы Азербайджан серьезно предполагал, что он способен захватить территорию Нагорного Карабаха, им надо было наоборот заручиться поддержкой мирового сообщества и не показывать, как они уничтожают мирное население в Степанакерте, в Шушу и так далее. И если посмотреть, как сейчас происходят бои в Нагорном Карабахе, у меня нет никакой инсанкторской информации, я просто читаю обычные новости, анализирую ситуацию. Это очень напоминает ситуацию между арабскими государствами и Израилем. Во время войны судного дня в 1973 году, когда египтяне провозглашали, что их танки устремились на Тель-Авив, в то время, когда уже был полный разгром на линии фронта, и через некоторое время США и Советский Союз навязали обеим сторонам перемирие. И я думаю, примерно через 3-5-6 дней и Армения и Азербайджан будет навязано перемирие. И к этому моменту, я надеюсь, что армянские силы захватят часть территории Азербайджана. Потом они, естественно, оттуда отступят, но это будет хорошая база для торга. Вы помните, во время Первой войны в Арцахе, в 1992-1994 году, после того, как Азербайджан потерпел поражение, их официальные круги и пропагандисты стали говорить о том, что мы потерпели поражение, потому что армянской стороне помогали. Сейчас я тоже, кажется, начинаю слышать такие голоса. Несомненно. Эти голоса показывают, что Азербайджан уже готовится к поражению. Потому что, естественно, мы понимаем, что никто не воюет за Армению, кроме самого армянского народа. Но я предполагаю, что пойдет речь о том, что Азербайджан был предан. Ну, мы знаем вот этот скандал с главой азербайджанского генштаба. Плюс они обвинят в Россию в поддержке Армении с точки зрения их спецслужб и поставки вооружений и так далее. Плюс они обвинят Армению в том, что есть армяне, которые заявили о том, что они готовы ехать на фронт поддержать. Хотя на самом деле эти случаи единичны. Но это хороший знак. Это значит, Алиев готовится к поражению. А что еще может сделать Ильхам Алиев для того, чтобы, так сказать, спасти свое лицо? Мне кажется, сейчас он в той ситуации, когда лицо уже не спасти. Я думаю, изначально он предполагал не настолько масштабную войну, а небольшую провокацию типа Апрельской войны 2016. Но благодаря вмешательству Турции его фактически втянули в это болото, из которого у него нет выхода. Сейчас Алиев фактически борется не столько с армянами, он борется за собственное политическое выживание. Потому что если он проиграет войну, то враждующие кланы в Баку ему это не простят. Вы недавно написали, что прямое вмешательство, которое мы наблюдаем со стороны Турции, способствует нашей победе. Как вы объясните этот парадокс? Ситуация заключается в том, что конфликт непосредственно между армянами и азербайджанцами мало кому интересен. Поскольку Карабах это регион, с помощью которого многие крупные государства, мы их не будем сейчас перечислять, могут манипулировать этим регионом и держать его под контролем. Но как только сюда вмешивается Турция, то никто не хочет допустить усиление влияния Эрдогана на постсоветском пространстве. Вы являетесь также гражданином Израиля и сейчас там находитесь. Народ этой страны, как мне кажется, интеллектуальные и даже политические круги, в целом в большинстве своем симпатизируют Армении. К руководству этой страны есть вопросы. Вы согласны? Я с вами полностью согласен. И здесь я, наверное, скажу вещь, которая, возможно, не понравится некоторым вашим зрителям. Смотрите, поставки израильских вооружений в Азербайджан начались не вчера, и они не связаны с этой войной. Они продолжаются долгие годы. И очень печально, что армянская дипломатия только сейчас, в момент беды, об этом вспомнила и начала активно работать. Потому что это все продолжается как минимум 5-7-8-7 лет. С другой стороны, я бы не стал как-то зацикливаться на роли Израиля в поставках вооружений. Потому что Израиль не главный поставщик оружия Азербайджану, а на первом месте находится Российская Федерация, Турция и Беларусь. Которые, кстати, касательно Беларуси, еще и состоят в союзнических договоренностях с Республикой Армении, имея в виду ОДКБ и СНГ. В то время как Израиль не имеет перед Арменией никаких обязательств. Может ли Израиль симпатизировать Альянсу, руководитель которого, Эрдоган, говорит, что Иерусалим это турецкий город? Я думаю, Израиль сейчас находится в том положении, которое по-русски можно назвать так, переобувается. То есть Израиль стремительно понял, что он несется на некоем турецко-азербайджанском поезде, который ведет в пропасть. Израиль пытается срочно соскочить с этого поезда и занять более нейтральную позицию, в том числе в поставках вооружений. Ну, я имею в виду разговор между президентами Израиля и Армении, который имел место буквально два дня назад. Поэтому, видя, что Турция сейчас оказалась под давлением, Израиль хочет всячески от Турции и Азербайджана дистанцироваться. Но, с другой стороны, поставки вооружений уже давно оплачены, договора давно заключены. Поэтому этот вопрос попытается как-то уладить, но не так активно. Что касается следующих поставок вооружений, возможно, они действительно окажутся под вопросом. Служба внешней разведки России информирует, что на стороне Азербайджана воюют террористические группировки. Например, Джабхат А.Нустра. Не является ли это тревожным сигналом для стран, у которых сейчас, прямо скажем, не очень хорошие отношения? Для США и России, для Израиля и Ирана, для которых, для всех четверых, это одновременно неприемлемо? Однозначно, однозначно. Политика, которую проводит Турция в Сирии, кстати, Сирия находится буквально в 120 километрах от моего дома. И Джабхат А.Нустра – это организация, которая фактически враждебна и Израилю тоже. Никто не хочет усиления джихадистов в Закавказье, никто не хочет усиления Турции, которая поддерживает джихадистов. Поэтому я считаю, что фактор отправки туда джихадистов сыграл на пользу Армении. Они, на мой взгляд, не представляют серьезную угрозу для армянских вооруженных сил, но они наносят колоссальный имиджевый вред республике Азербайджан. И это, я считаю, в интересах Армении. Народ Азербайджана сейчас находится в информационной блокаде, поэтому им могут навязывать все, что угодно. В Армении даже сейчас СМИ свободны, и в Фейсбук, значит, социальные сети тоже свободны. Это преимущество или недостаток во время войны? На мой взгляд, это и преимущество, и недостаток. Потому что очень часто люди не понимают, что, например, не нужно фотографировать движение военной техники. Не нужно фотографировать своих близких родственников, которые находятся на линии фронта. Не нужно делать селфи. Но в общем и целом, в мониторе интернет, мне кажется, глобально армяне ведут себя достойно в этом смысле. Что касается Азербайджана, там ситуация просто трагическая. Там, как известно, заблокировано все, со связью очень большие проблемы. Только те люди, которые могут воспользоваться VPN или другими средствами выхода в интернет, например, многие талыши, которые проживают возле границы с Исламской республикой Иран, у них есть сим-карты иранских телекоммуникационных компаний. И они пользуются этим для того, чтобы выходить как-то на контакт с людьми других стран. Например, я общался не так давно с талышами, которые проживают в Ленкаранском районе. Я не буду говорить, в каком месте, по понятным причинам. Они говорят, ситуация просто трагическая. В их деревне, там небольшая деревня, уже несколько убитых, в том числе из одной семьи. И потери скрываются. И всю информацию о том, что происходит на фронте, они получают от раненых солдат, которые уже отправлены в тыл, и они как-то информируют об этом. Например, человек, который со мной говорил, он сказал, что ему сообщили, что видели труп его брата еще 7 дней назад. Но при этом Министерство обороны Азербайджана это скрывает. О пропаганде еще. Я по Фейсбуке каждые 3 минуты регулярно получаю комментарии с русскими, азербайджанскими и даже армянскими фамилиями, естественно, азербайджанского содержания. Но Фейсбук в этой стране запрещен, социальные сети запрещены. Следовательно, это не обычные пользователи. И, следовательно, вероятно, мы имеем дело с какой-то фейковой фабрикой или, не знаю, фабрикой троллей. У вас есть подобный опыт? Да, не всяких сомнений. Сегодня доступ к соцсетям в Азербайджане имеют только люди, работающие для службы государственной безопасности Азербайджана. Они находятся в офисах, и там у них есть доступ к интернету. Поэтому я бы обратился ко всем жителям Армении и Нагорного Карабаха. Если вам пишут азербайджанцы, надо понимать, что это не обычные азербайджанцы. Последний вопрос. Первая война с Азербайджаном, которую мы уже упоминали, 92-94 год, она продлилась два года. Мне что-то подсказывает, что этот этап войны так долго не продлится. Я предполагаю, что война завершится уже в самое ближайшее время. Это заметно и по заявлениям Европейского Союза, по заявлениям США. И самое главное, я говорю о словах Владимира Путина. Никто из этих сил, ни Россия, ни Европейский Союз, ни США, не заинтересованы в усилении Турции в регионе. Поэтому сейчас вплотную подошло в то время, когда Армении дадут шанс победить, и война будет тогда остановлена. Спасибо большое за беседу, Александр. Спасибо вам.